Девочка-пай Сьогодні в програмі Перепади настрою під час вагітності Як відучити дитину від нецензурної лексики І як боротися з дитячою лінню Поради спеціалістів Перепади настрою під час вагітності Явище не випадкове Що ж відбувається з жінкою в цей період? Звісно, хто не випадковав себя Хто не випадковав каких-то ближних Которые психовали Которые обижались Плахали Которые ругались Это все результаты Побочного, скажем, действия Нашого гормона прогестерона Цей гормон впливає Не лише на вагітних жінок Під час вагітності гормон прогестерон впливає в різний період То есть в начале беременности он большой Потом он падает Соответственно, в начале беременности Женщина, конечно, она Она самовыражається, как только хочет Потом она адаптирується Прогестерон упал Естественно, психотическое состояние Как-то укладывається в рамки жизни И никому не мешає Ни самой женщине, ні мужу Ни мамам, там Ни ближним, никому Це все залежить від коливання кількості гормону Если окружающие знают хорошо, что это все временно и пройдет И они себя настроят на то, что мы будем, ладно, попустительство чему-то Нашей беременной женщине Или мы будем где-то отмалчиваться Не будем с ней продолжать каких-то вот таких вот бесед нелицеприятных Пожалеем ее Может быть где-то какое-то слово не скажем То это пойдет на пользу всем, поверьте И женщине, и ее чаду, и всей семье Рано чи пізно в словниковому запасе кожної дитини З'являються нецензурні, лайливі слова Прежде всего это идет от семьи Наверное, как говорят, да? Дети – это наше зеркало Они отображают нас Вот прежде всего мы должны следить, как родители, за своей речью Где-то в разговоре мы, может быть, этого не заметили А дети очень внимательные Они копируют и маму, и папу, и сестру, и брата старшего И им хочется это подражать Они не понимают того, будучи маленьким еще ребенком Произносят такие слова Что же делать, если ваша дитина начала непристойно разговаривать? Когда ребенок маленький, можно и не заметить это Не акцентировать на этом внимание Пропустить мимо ушей Но когда это входит в систему Тогда нужно с ребенком и навязчиво побеседовать И объяснить, рассказать, что это плохие слова Что их нельзя употреблять Но запретный же плод сладок, да? Мама говорит, нельзя, значит, а мне же хочется Поэтому понаблюдайте за ребеночком Когда он это употребляет? Во время игры? Или, может быть, обиделся там на кого-то? Можливо, дитина почула их по телебаченню Значит, нужно сделать фильтрацию тех программ, которые смотрит ребенок Иногда мамы говорят Вот он научился этому в школе или в детском саду Естественно, он контактирует со своими сверстниками Которые живут в разных социальных семьях И можно услышать все, что угодно Но, естественно, проводить работу вот такую нужно Воспитательную, тактичную Тому до каждой дитини нужно найти индивидуальный подход Возможно, он и перерастет Не понимая этого, он еще маленький и не понимает этих слов Их назначение, цели Но, когда это входит в систему Тогда, конечно же, нужно смотреть, откуда это пошло И, прежде всего, контролировать себя Потому что не просто так ребенок их не может придумать Прежде чем начать борьбу с линью, нужно понять причину ее появления Почему дитина начала линуватись Потому что линь – это свойственное, конечно, нам свойство Но оно не всегда проявляется Поэтому маленькие дети, как правило, не линятся Потому что у них очень большой активный интерес к жизни И к тем событиям, которые у них есть в жизни Линиться дети начинают, как правило, когда идут в школу Или когда знают о том, что они пойдут в школу То есть, когда у нас начинают возникать какие-то наши обязанности Которые нам делать не хочется Иснует декілька причин выникнення линьи Ребенок начинает линиться тогда, когда у него нет четкого понимания Зачем ему нужно делать то или иное действие Поэтому, если ребенок говорит, что он не знает, зачем ему нужно идти в школу Он не знает, зачем ему нужно учиться Зачем ему нужно застилать постель Зачем нужно убирать игрушки, которыми я буду играть Буквально через 2-3 часа снова я их разбросаю Необходимо ребенку объяснить, что есть вещи, которые необходимо делать Есть у нас такое понятие, как «надо» То есть, мы теперь говорим о сформированности волевой сферы у детей А формироваться волевая сфера у детей начинает примерно в 3 года Саме в этот час у дитини начинается период, который психологи называют «кризой 3-х годов» Когда у нас ребенок говорит, что я хочу сам завязать свои шнурочки Или я хочу сам маме одеться Или я хочу сам помыть посуду Мы, родители, забываем о том, что ребенку все это интересно И ему хочется это делать, потому что это новая для него деятельность Но нам очень часто некогда Мы очень часто куда-то спешим И мы сами предпочитаем быстро одеть нашего ребенка Мы предпочитаем ему сказать, что не надо мыть посуду, ты разобьешь тарелку Или вода у нас нынче дорога, а ты там будешь хлюпаться долго Вот первый момент, когда родители, сами того не ведая, забивают ребенку в его волевую сферу И ложат первый кирпичик в так называемое качество, как лень Через некоторый час дитина начинает готовиться к школе Для многих родителей, как и для детей, это действительно стрессовая ситуация Потому что деятельность ребенка кардинально меняется Детский сад очень отличается от школы Чтобы максимально нашего ребенка подготовить к школе, желательно вводить режим дня Он необходим не только для подростка, не только для школьника, а и для маленького ребенка Потому что одна из причин возникновения в будущем лени ребенка Это не умение сформировать свое время, свое пространство и не умение следовать режиму дня Чтобы сформировать режим дня, нужно докласти чимало усилий Как правило, да, встает в одно и то же время Встав, идет, чистит зубы, умывается, завтракает И есть какая-то деятельность, которую ребенок делает в это время Это может быть игра, это может быть прогулка Для того, чтобы режим дня был одинаков, это нужно делать каждый день И через какое-то время ребенок уже распланировал свое время Он знает, что он утром встал, быстренько почистил зубы, собрался в школу и побежал Или там пошел гулять с родителями Привчаючи до режиму дня, следуйте за последовательностью и систематичностью Потому что если родители, сегодня я делаю, а завтра я не делаю Через время ваш ребенок будет делать точно так же Очень важен родительский пример Потому что ночью греха таить Мы тоже очень часто ленимся, нам тоже очень часто чего-то не хочется делать Но мы себе это как-то объясняем Но мы же взрослые, нам это позволено Так вот дети наши, они очень умные создания Они обладают очень хорошим, так называемым, социальным интеллектом Есть очень хорошее понятие, что такое социальный интеллект Это умение решать каждую жизненную ситуацию наиболее эффективным способом А для этого нужно уметь ее анализировать Так вот наши дети, они очень хорошие Они очень хорошо умеют анализировать Очень быстро понимают свою выгоду в той или иной ситуации Если они видят, что родители сами не соблюдают какой-то режим Сами где-то готовы там чего-то не сделать То есть в их понимании ленятся То дети через время могут делать то же самое Будьте очень внимательны к тому, что вы делаете, как вы делаете И как вы это объясняете своему ребенку Потому что если вы ему будете врать Или будете там рассказывать то, чего нет Через время он будет делать то же самое Третья причина возникновения лени ребенка На мой взгляд, это та, что сейчас очень сложный мир у нас У нас сейчас очень много информации Очень большие скорости И очень часто дети устают И перед тем, как говорить, что мой ребенок лентяй Необходимо бы все-таки разобраться Может быть действительно он устал от той деятельности, которую он делает Может быть ему не хватает витамина Может быть неправильно простроенное питание Может быть ему недостаточно прогулок Потому что очень часто родители мало гуляют с детьми Действительно у нас нет возможности ему ходить много гулять с детьми А прогулки для ребенка необходимы каждый день Особенно они необходимы для маленьких и для школьников Поэтому желательно, чтобы после школы у детей была возможность Хоча б не много времени провести на свежем воздухе Помогите ребенку научиться видеть в его деятельности Которая может быть сейчас неинтересна Которая ему не нужна, не важна И у него рядышком там планшеты, компьютерная игра, который вот уровень Обратите внимание, вот как дети играют в компьютерные игры Это, конечно, очень такой зависимый вариант Но у них же глаза горят Мотивация мощнейшая, что мне нужно перейти на следующий уровень Для этого мне нужно собрать 200 монет Обратите просто внимание и попробуйте вот эту мотивацию Этот интерес перевести на другие виды деятельности Там на учебу, на мытье посуды Для этого можно выдумать какую-то игру Або казку Что вот сегодня мы с тобой попали в грязное королевство И нам нужно срочно освободить жителей этого королевства А для этого нужно очень быстро, на скорость Потому что если мы с тобой не успеем это сделать за три минутки Жители королевства, они погрязнут, они заснут Их будет очень тяжело разбудить Для этого нам нужно очень быстро со всех углов вынести пыль Собрать паутинку и пропылесосить Поверьте, дети, они включаются Они очень любят играть Для них это очень важно Даже для младших школьников, да даже для подростков Подростки с удовольствием начинают играть Если просто игру, им объяснить на понятном для них уровне И для их возраста Тому батькам не потребно щодуху боротися с линью Нужно научить ребенка, во-первых, режиму дня Это самый хороший способ, чтобы был выстроен режим дня Чтобы была в этом режиме та деятельность, которая интересна Которая полезна и которая нужна Чтобы ребенок умел отдыхать Чтобы ребенок умел использовать свое личное время и свое пространство Для того, чтобы максимально быстро сделать те же уроки Потому что очень часто дети приходят со школы домой И на три часа растягивается это делание уроков, которые выводят уже всех Сила звички дуже велика Привыкли делать какие-то вещи, мы их делаем на автомате Мы даже не замечаем, нужно это делать или не нужно Второй момент, необходимо родителям научить ребенка Все-таки во всей своей деятельности находить рациональное и полезное зерно Чтобы он понимал, для чего он это делает Потому что дети, они не понимают долгосрочные перспективы Как многие родители говорят Вот не будешь лениться, будешь хорошим там человеком Или будешь хорошо учиться в институте Поверьте, для 7-летнего ребенка институт это очень-очень далекое какое-то будущее Которое вообще ему не важно, не объективно и не нужно